Вот такой вот хаб от Bezos, это немножко другой, чем тот, который мы показывали ранее Очень, с очень-очень неплохими возможностями, с очень быстрыми USB-шечками, такими розовыми С Type-C 3.2, еще у нас тут есть два HDMI-чика, один дисплейпорт, VGA-шечка, LANRG 45 Есть у нас Power Delivery 100W и есть даже Type-C с дата-трансфером Короче, вот такой вот крутой хаб на канале Технозон, поехали! Слушайте, мы с вами на Алиэкспресс, с самого начала показываю вам конкретно, сколько он стоит Он стоит 56 баксов, ссылка в описании под видео, не только на Алиэкспресс, еще на Амазон Вы можете, пожалуйста, там покупать где угодно И покупать ли вообще, мне, честно говоря, все равно Я для себя купил и понял, что это очень классная тема, при том, что я их покупал два и тестировал два Различных Что они заявляются? 13 портов расширения, скажем так У нас даже есть, знаете что? У нас есть 3.5 для наушников Вот тут вот, видите, 3.5 для наушников Ну это вы все на обзоре увидите еще Можно включить 4, по сути, затроить монитор, зачетверить монитор, потому что можно 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA 10 Гбит секунды у нас Data Transfer Обязательно сейчас проверим И в пробросе Power Delivery 100 Вт Дальше у нас тут, видите, как красивенько все разрисовали Будем ближе видеть Они пишут 8К, но 4К, 120 Гц Вообще 4К, 120 Гц в однопортовом режиме работает И сейчас вы видите картиночку из моего LG дисплея То есть там в, грубо говоря, в HDMI диагностике 120 Гц она, пожалуйста, завела Здесь даже расписание есть, как, что работает, в каком режиме Они пишут CrazyFast 10Gbps, ай-яй-яй Так, безопасная зарядка 100 Вт Очень хорошо охлаждаемая Это она металлическая, слушайте Она в металле Здесь, кстати, описано, как вообще подключаются 4 дисплея В общей сумме, как работает 4 дисплея То есть работает 1 основной от ноутбука и плюс 3 В случае с Windows это могут быть разные дисплеи В случае с Mac это могут быть дополнительные дисплеи, которые будут дублироваться Но не может Mac работать нормально с вот такими вот штуками Именно не с такими штуками, а именно с мультимониторингом В Инда, Виста, Apple OS, Linux поддержка И тут даже некоторые лаптопы приведены, которые совместимы То есть, допустим, Apple устройство до M2 Допустим, Apple MacBook Pro, Apple MacBook Air Для Huawei подходит, для Lenovo, для HP, для Honor, для Eraser Для Acer, для Xiaomi и Asus У меня, в частности, вот ZenBook 14 Хотя заводился он у меня и на Asus ROG Strix Также подходит для планшетов и смартфонов Слушайте, надо уже тестировать Вообще надо переходить, делать распаковочку и тестировать 4К, 120 Гц Сразу видим, Baseus портал Joyce серия USB 3.1, Thunderbolt А, нет, USB 3.1 Transmission То есть, это у нас до 10 Gbps 13 портов Что они тут у нас пишут, интересно Так, короче, надо открывать и смотреть, что они там пишут Твою ж мать, смотрите, сколько всего понаписывали Мама родная Type-C 10 Gbps Type-A 10 Gbps HDMI 4K 60 FPS Power Delivery VGA есть И есть DisplayPort На 4K 120 Гц Вот это, кстати, прикольно Сейчас посмотрим Оу-оу-оу У нас есть наклеечки фирменные А вот они Это Baseus Ой, смотрите, какая тема, а Он металлический У нас есть Это индикатор, да У нас есть индикатор Слушайте, на 4 Под Windows можно сделать на 4 монитора Под Mac'ом можно просто расширить А под Windows можно сделать на 4 монитора реальных Это как вообще Смотрите Два Type-A У нас По 10 Gbps Один Type-A Обыкновенный USB 2.0 Выход на наушники Что вы со мной делаете? Дата-трансфер 10 Gbps на USB 3.1 Power Delivery У нас Input Это, то есть, заряжать можно Есть выход на DisplayPort До 4K 120 Гц Два HDMI Еще дополнительных Слушайте, вообще топ И еще и Card Reader Еще и VGA И Lanar G45 А Lanar G45 на сколько? Сейчас мы почитаем Что у нас там получилось Lanar G45 На На тысячу мегабит Слушайте, вообще нереальная штука Просто Unreal Да Класс Вообще Смотрите Это Кладешь И все к нему Подключаешь И работаешь Ну, вообще куда-то в сторону Надо отводить Hub Hub Реальный Hub Сюда можно подключить питание Смотрите Power Delivery Включили А ну покажи Смотрите У меня сразу включила зарядочка А здесь еще Data Transfer Сейчас мы будем это все тестировать Все порты на скорость будем тестировать И подключать к нему мониторы Пробовать Все Переходим и тестируем Слушайте, ну я в принципе Вот сейчас я беру и подключаю У меня уже отрубился кстати второй монитор Нормальный вариант У меня Я просто использую другой Hub На ZenBook Я вставил Эту штуку Я вставил эту штучку Сейчас я включу На сквозную На сквозную зарядку Так это Трансфер На сквозную зарядку У нас должен начать Заряжаться ноутбук И он не должен моргать Потому что зарядка этого ноутбука Идет 65 ватт Все Он заряжается честно Чисто и красиво Хорошо С этим согласен Поддерживает Берем LANA G45 И проверяем сразу же LANA G45 Это сетевое подключение Сеть подключилась Очень подходит для тех Кто например не может Ну в моем ноутбуке нет LAN порта То есть обычно В ультрабуках В макбуках Там нигде Нет LAN порта Поэтому Это очень Такой момент Но это чистый гигабит Ребят Тут даже тестировать нечего Чистый гигабит Без вопросов Дата трансфер Будем проверять Вот таким вот устройством То есть у нас 10 Ну мы поменяем потом на Type-A Конечно же Вот таким вот устройством И это будет 925 на 900 с чем-то Ну нормальная тема Почти на 900 Или на 900 с чем-то Не больше чем 900 Больше чем 900 в пике Отлично Я использую кабель на 40 Gbps Поэтому у нас будет полный дата трансфер То есть мы должны его раскрыть 40 Gbps Вставляем в дата трансфер порт Type-C Вставили Вставили Завелся Мгновенно появился Для того чтобы нам В принципе Мы сейчас на ASUS ZenBook Для того чтобы нам Проверить максимальную скорость Мы должны его подключить Конечно же чему-то побыстрее Чем этот самый ASUS ZenBook Поэтому я беру свой ASUS ROG Strix С USB 3.2 Ну с USB 3.2 2X2 Вот так вот да И включаю туда этот хаб И конечно же Мы туда переносим запись нашего экрана Пока вы видите черный экранчик ребят Я подключаю свой лэптоп Во-первых мне нужно сюда получить сотку И здесь мы должны увидеть с вами Чистые 100 Пауэр Деливери Через Пауэр Деливери 100 Ватт Включаю В мою ASUS ROG Strix Та-дам Удобно Да Пошла зарядка Прикиньте На сквозняк Вообще идет Смотрите Мы подключились Именно ищем CrystalDiskMark Да Вот он Вот он Господи Не то выбрал Стартанули И ждем Сейчас мы увидим Нам достаточно увидеть пиковую скорость И можно переключать дальше на другой порт Проверять Стартуем мы Нашу запись Именно Имеется ввиду Нашу проверочку По скорости Сейчас посмотрим что у нас получится 671 Это чуть больше чем 5 Gbps Но мы должны показать с вами правду Однозначно 671 Умножить на 8 Надо было на чистом диске конечно делать Да это 5 и 3 Gbps Сейчас посмотрим в пиковом значении на записи Вот Пожалуйста 1000 То есть наш порт дает 1007 Это уже Немного Немало Больше 8 Gbps Умножить на 8 То есть по сути этот порт является 10000 честных Поэтому мы можем этот тест сейчас останавливать Вот Я думаю что мы получим то же самое Если переключим в Type-A порты Которые у нас быстрые Так Переключили Сейчас мы Пробуем Давайте Стартанем Можно даже поменьше поставить нам Просто для скорости Для понимания скорости Мы переключили на Type-A Тоже быстрые Которые Хотя там у нас скорее всего 5 или 10 Смотря Смотря Какой кабель Какие моменты Вау 8 Gbps 8 Это 8 Gbps Реально Я не ожидал Ну Хороший Хаб Что я могу сказать Хороший Честный хаб В принципе Ладно Здесь можно останавливать Мы с вами Получили результат Тот который хотели Быстрые порты У нас работают То что у нас есть еще USB 2 порт Для Сейчас отключим Это все действие Для того чтобы Работала там например Мышка И тому подобное Кстати Я включил Обратно Выключил эту штуку Она переподключилась В режиме Power Delivery То есть нормальный вариант Для того чтобы Оценить Мультимониторинг В этом действии Мы должны Включить HDMI В каждый из портов И в этом моменте Мы должны увидеть С вами в параметрах Экрана Появление Монитора дополнительного Смотрите Сейчас у нас вообще ничего Не подключено Мы включаем HDMI Раз Моргнуло Появился второй монитор Отлично Проверяем HDMI 2 Пробую Есть Проверяем Сейчас тут другой кабель Чуть-чуть Дисплей порт Есть ГУ И ВЖА Конечно ВИДЖЕЙ Сейчас Где тут ВИДЖЕЙ у нас Вот это еще Я кстати ВИДЖЕями не пользовался Уже давным-давно Так втыкаем Да капец ВИДЖЕЙ работает ВИДЖЕЙ работает Да При том что мой индикатор Показывает От 70 У меня здесь есть индикатор От 70 До 100 Power Delivery Из зависимости от того Что берет ноутбук Слушайте Вообще Очень прикольная Честная штука Готов резюмировать Я Делаю выводы Что это очень хороший Хаб Который действительно Ну выполняет свои действия Честный Честный хаб Поэтому вот такая штука Мы рекомендуем Ну а с вами был Бабл на канале Технозон Пока